добрый день дорогие друзья меня зовут александр эко теплица и сегодня мы поговорим про боковое проветривание для теплиц то есть это один из способов проветривать теплицу и поэтому в принципе очень популярна для больших теплиц и для маленьких дачных конструкций и так что же такое боковое проветривание по всей длине теплица с одной стороны как с одной стороны так и с другой стороны полностью открывается боковинка то есть обычно открываются они на разную высоту от метра двадцать до двух с половиной метров в зависимости от боковинки и получается когда мы открываем две стороны то теплица полностью проветривается на этом уровне большинство фермерских теплиц которые строятся в них уже устанавливается непосредственно боковое проветривание что же собой представляет боковое проветривание то есть если используется боковое проветривание для пленочных теплиц то Обычно это вал, к которому крепится непосредственно пленка с помощью фиксаторов. И этот вал вращается с помощью редуктора по направляющей. И соответственно мы поднимаем пленочку и опускаем. Если это двойная пленка, то там ставится дополнительно клапана. Для того, чтобы когда эта пленка накручивается и раскручивается на валу, она сдута. А когда мы на зиму обратно запаковываем, то она соответственно подключается к основному надуву и надувается это боковин. Обязательный момент это то, что боковое проветривание должно застегиваться на зиму и распаковываться на лето. То есть обычно для бокового проветривания есть два периода. Застегнутая и расстегнутая. То есть застегнутая это запаковывается, опять же повторюсь, на зиму. Это герметичное соединение, которое не пропускает воздух. А распаковывается уже непосредственно на лето. Боковое проветривание очень хорошо работает с фронтальным проветриванием, когда по торцам форточки стоят. И что происходит? Мы когда открываем боковое проветривание, у нас с боковинок заходит прохладный воздух, и он поднимается, и он начинает выталкивать горячий воздух. И если у нас нет ничего кроме бокового проветривания, то этот горячий воздух накапливается вверху. Из-за этого очень сильно нарушается теплообмен и воздухообмен в теплице. Но если у нас есть фронтальные форточки, то этот весь горячий воздух начинает через них выходить. Так же само боковое проветривание очень хорошо работает с верхним проветриванием. То есть это вообще идеальный вариант, когда у нас заходит по бокам воздух, и он выталкивает весь горячий воздух, повышенную влажность и все прочее вверх. А вверху открыты верхние фрамуги, и у нас, соответственно, это все очень хорошо проветривается. И за счет движения воздуха, то есть теплицы, реально создается ощущение, что в ней прохладнее, чем на улице. Потому что вот воздух заходит, он выходит, он проветривает, постоянное движение. То есть это все кажется, что в теплице прохладно. Проветривание такое мы, в принципе, используем для небольших дачных теплиц. То есть это когда боковинки открываются, просто-напросто там не ставится вал. То есть это можно просто, если теплица, к примеру, 3х6, то вал будет, вот эта система дороже, чем сама теплица. Поэтому там просто-напросто отстегивается пружинка. То есть если это наша теплица, то есть термос-комби, по ним вы можете перейти посмотреть по ссылке, что это за теплица. И там, получается, идет та же самая пружина, которая по периметру крепит пленочку. И вы можете ее отстегнуть и приподнять фортук, и зафиксировать его. И таким образом у вас будет боковое проветривание и на маленьких тепличках. То есть и ваши теплицы в летний период абсолютно не перегреваются. Тем более в таких теплицах также есть в торцах, в фронтонах, то есть есть форточки. Они открываются, и мы весь горячий воздух выбрасываем. То есть это довольно удобно. В чем нюансы бокового проветривания вот этого для пленочных теплиц? С чем мы столкнулись? То есть первый нюанс это в том, что бывает такое, это май обычно, май-сентябрь. То есть бывает так, что летом довольно-таки жарко. То есть температура поднимается выше 35 в теплице. Но ночью холодно. То есть ночью температура падает до 7 градусов. И в чем нюанс бокового проветривания? То есть если мы его открыли, то есть распечатали, то соответственно уже вот это соединение у нас не герметичное. И ночью через щели, то есть туда в теплицу спокойно заходит холодный воздух. А если заходит холодный воздух ниже 10 градусов, то есть это очень плачевно для теплолюбивых культур. Поэтому рекомендуется открывать боковое проветривание, когда на улице в ночной период температура не опускается ниже 10 градусов. И бывает такой период, 2 недели весной, 2 недели осенью, когда днем температура довольно хорошо прогревается, но ночью уже холодно. И боковое проветривание как бы уже весной надо открыть, но это будет шревато для растения. А зимой, осенью надо закрыть, но опять же это будет шревато перегревом для растений. И вот этот недостаток, вот мы столкнулись, его дорабатывали. И в принципе есть варианты, когда мы стали делать, то есть вот эту нижнюю часть, мы ее зашивали поликарбонатом. И соответственно устанавливали с определенным шагом форточки поликарбонатные. Что это нам дает? Это дает очень большие преимущества, как показала дальнейшая практика. То есть первое, мы можем проветривать, открыть 1-2-3 формуги, к примеру, когда у нас днем довольно жарко, но уже такой холодный период, но днем довольно жарко. И чтобы теплица не перегревалась, то есть мы открыли несколько формуг внизу, вот, и таким образом заходит воздух, проветривается. Но на ночь мы эти форточки закрываем, и оно получается довольно герметичное соединение. И за счет этого, то есть мы можем днем открывать теплицу и хорошо проветривать, а ночью закрывать, и оно будет хорошо держать. И вот этот недостаток бокового проветривания, когда надо клипсы закрывать, открывать. А каждый раз запечатывать и распечатывать требует много физических усилий запечатать, боковое проветривание. И второй момент, при запечатывании и распечатывании, то есть идет частичное повреждение пленки. То есть за счет того, что пружину зигзаг фиксируем в пленку, то есть если его там постоянно открывать, закрывать, То есть, оно просто-напросто пройдет пленку. То есть, идут небольшие механические повреждения. И если мы запечатываем, распечатываем раз в сезон, то на срок эксплуатации пленки в целом оно не влияет. Но если мы будем распечатывать каждый день, то оно, получается, приведет к повреждению пленку. Ну и, соответственно, может появиться отверстие разрыва. Поэтому постоянно запечатывать, распечатывать боковое проветривание неудобно. А вот с поликарбонатными формугами, то есть, это очень удобно. Поэтому вот для чего боковое проветривание и, соответственно, какие бывают варианты. Надеюсь, эта информация вам будет полезна. С вами был Александр, Эко-Теплица. Живейте в гармонии с природой и в ритме прогресса.